Всем привет! Если вы любите истории со счастливым концом, вам лучше найти другой сериал. У этой истории не только счастливого конца нет, но и начало паршивое, да и в середине хорошего мало. Вы, однако, совершенно не обязаны меня слушать, и я бы даже советовал немедленно щелкнуть на крестик в углу экрана и посмотреть что-нибудь более жизнеутверждающее. Кажется, уже снял «Фейк Стайл» про Юрия Кормушина. Хак-миф про Юрия Кормушина. Не знаю, был ли анализ про Юрия Кормушина, но все равно получаю вот такие комменты. Все видели, что делает Юрий? Не видели? Посмотрите. Передача с ним на канале «Боевые ботаники». По моему мнению, он действительно мастер боевых искусств. Чернить же человека за то, что он успешен. Возможно, он может то, что не получилось у вас. Может, лучше вы покажете всем свое мастерство. Было бы интересно смотреть на технику боя в вашем исполнении. Одна картина стоит тысячи слов. «Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов». Ну и как всегда, можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь. И как Юрий Кормушин рассказывает банальные вещи. «Вода мокрая, небо синее». Так вот. И я нашел этот ролик. Действительно, на канале «Бо-бо» был такой Юрий Кормушин. Традиционный Винчунг в системе экстремального рукопашного боя. И решил с вами его сегодня посмотреть. Всем привет. Вы смотрите канал «Боевые ботаники». И сегодня у нас в гостях, вернее, мы в гостях у Юрия Кормушина. Юрий, приветствую. Юрий, известный мастер дненаборств, актер, телеведущий и автор системы «Экстрим Файт». Юрий, первый вопрос. Я знал вас как мастера-знатока, пульверизатора Винчунг. Как вы перешли от Винчунг к собственной системе, как называется, экстремального рукопашного боя самозащиты? Система экстремального рукопашного боя самозащиты. Я не перешел, не только перешел, то есть традиционный Винчун, он остался в моем арсенале, я его преподаю и часто преподаю на семинарах. И ученики все мои практически, кто занимается экстремфайтом, они все учат и Винчун традиционный, потому что в экстремфайте есть очень многое от Винчун, по крайней мере, использовано очень много его принципов. Традиционный Винчунг жив? Да, я его практикую, да. Практикую, потому что это один из любимых моих стилей. Действительно, да, мне интересно. Вот, а экстремфайт родился за много-много лет, то есть я занимаюсь, получается, если считать всего боевыми искусствами, где около 30 лет. В Винчунг где-то занимаюсь там около 20-25 фактически, да. Но параллельно я начинал с дидо. Юрий Кормушин занимается 20-25 лет Винчун, да. Сейчас у нас 16-17 год, в России был тогда Винчун, ну, возможно. С 69-го года, ему 47 лет. То есть, получается, с 30 лет, это вот с 17 лет он занимается, как он говорит, боевыми искусствами, да. И сразу, чтобы, допустим, 17 лет, да, получается. И где-то с 24-х он занимается Винчунг. Ну, мне кажется, что это все надо делить на 2, а минимум. Ну, потому что подтверждения этому нет, а более того, есть обоснованные сомнения этому всему. Самбо, то есть, когда мне было 10-11 лет, меня отдали в школу Динамо. И вдруг выясняется, что уже не с 17 лет, а с 10-11 лет он уже занимается. Он пошел в, значит, школу Динамо в самбо. Потом изучал бокс, потом в 80-е годы, когда было запрещено карате, я учился на карате. В 80-е годы, когда было запрещено карате, он учился карате. В 80-е годы, он с 69-го, он на 2 года у меня старше. Так, 69-й год, сколько ему лет-то было? Наверное, лет 20, да, к 80-му. Сколько ему? 69 плюс, минус. Ну, 80-е штука, как бы, понятие растяжимое. Но, сами понимаете, что 11 лет, это 80-й год ему. Ну, то есть, это 11 лет. То есть, вот, в 80-е годы, вот где-то вот. Я просто помню, в 88-м году мне было тогда лет 17, когда я первый раз познакомился с карате. Это было как раз под запретом, но запрет уже заканчивался. И запрет у нас продлился, по-моему, где-то с 81-го года, что ли, что-то такое. То есть, как раз он, получается, занимается тогда карате, который под запретом. Я учился карате, и там достиг достаточных нормальных успехов. Милый как. Там достиг достаточных нормальных успехов. Каких он успехов мог достичь, тогда уровень карате был, его просто не было. Ну, вот. Какой вообще, каких успехов он мог достичь при запрете карате, при занятиях, да, то есть, когда не было никаких соревнований, ни аттестаций, ни связи с иностранцами, с закладателями, основоположниками карате, да, с японцами. Какой? Пояс, да. Ну, на черный пояс мы сдавали. На черный пояс мы сдавали. И так замялся. Вот эта вот милая улыбочка сразу такая. Ну, типа, не спрашивайте меня, не спрашивайте. То есть, высокие, высокие вообще рубежи. Изучал тэквондо у корейцев, уже в Питере, кстати. Изучал тэквондо у корейцев, уже в Питере, кстати. Мне вот интересно, а до этого уже где? Только давайте посмотрим, где он родился. Так, Юрий Кармушин. Донецк, Украина. Ну, в общем, понятно. Ну, даже в Википедии есть у нас Кармушин и Юрий. Российский актер, журналист, мастер боевых искусств, музыкант, труба, вокал. Родился 4 декабря 69-го года. С 11 лет начал заниматься самбо и дзюдо. То бишь, с 80-го года, да. Уже успел при этом позаниматься самбо и дзюдо. В эти 80-е, которые начались, его 11 лет. Потом боксовый, потом уже каратэ. Умудрился в 80-е уложить все. И самбо, и дзюдо, и бокс, и каратэ. Успешные. Это было 90-е годы, когда в Петербург приезжали ITF. Так, уже ITF он, ITF, Тэквондо, Санкт-Петербург. 90-е годы начались. Десант тэквондистов. Десант тэквондистов. Чего-то мне это опять напоминает. Как у нас это называли, да? Десант тэквондистов. Санкт-Петербург, корейцев изучал. Потом уехал за рубеж, там изучал другие системы. Потом встретил своего учителя. Потом уехал за рубеж, там изучал другие системы. Непонятно, какие его изучал, но... Ну да, он там в Польше, по-моему, учится. По Винчунке Депидар. Он ученик у Лемчунга, а у Лемчунга ученик знаменитого Ибмана. Да, то есть... Ну, я думаю, не стоит подвергать сомнению, что Депидар обучался у ученика Ибмана. Ну, вот. Но мне больше всего нравится, что дальше пойдет. Дальше, мое видео о Винчун получил очень большой резонанс. И в нем как раз говорится о том, что классический Винчун имеет несколько ошибок. Для того, почему я говорю, что он тупиковая ветвь развития. Потому что, если ты применяешь Винчун, как таковой, то ты не можешь от него отступить. А он не позволяет тебе использовать какие бы то ни было другие техники, кроме как вот, да, работы именно самого Винчун, Винчуновской работы. Как только ты от него отступаешь, это становится уже не Винчун. О чем я говорю? И мне нравится, что здесь сам Кормушин, который занимался вроде как Винчун, который его позиционирует, ну, говорит абсолютно то же самое. Но, так как параллельно я практиковал и очень много, и проводил боев, и в том числе и неофициальных, и получилось так, что сталкиваясь с другими стилями, я в конце концов, ну, видите, я все равно в любом случае пришел к пониманию, что каким бы хорошим ни был традиционный стиль, любой традиционный стиль, он является традиционным как раз вот в рамках своей системы для того времени, когда он был создан. То есть, в принципе, перевожу на русский, Винчун устарел. Но по-настоящему это не так. То есть, можно сколько угодно говорить о том, что Винчун, Винчун тупиковый вец развития, но Винчун соответствует своему назначению. И сейчас он соответствует своему назначению. То есть, я много раз говорил, когда меня задают вопрос, как быстро научиться самообороне, например, женщине, да, я говорю, что лучший вариант, наверное, все-таки посмотреть Винчун. Потому что достаточно быстро вам поставят возможность блокировать какие-то там протянутые ручки, да, отбить эти протянутые ручки и как-то научиться давать жесткий отпор. Ну вот. Чего не даст никакая другая система. Ну, не знаю, бокс стоит ли вообще, да. Но Винчуни это есть. Просто вас оставят в покое после того, когда есть жесткий отпор. Женщину оставят в покое, а мужчину не оставят. То есть, поэтому я говорю, что для мужчин это не самый лучший вариант. Ну вот, я бы предпочел бы в мужском варианте, наверное, дзюдо. Я об этом говорил уж, кстати, много раз о самообороне. Смотрим дальше. Ладно. Он актуален, но против современного, мощного, быстрого бойца приемы только традиционного Винчуни не могут сработать. Ну, я говорил, почему, допустим, сравнивал с тем, что почему не применяют Винчун в ММА. Мне прислали всякие вот в ММА, там какой-то Винчуист выступает. Да, но когда он, ну может сколько угодно, где-то там подучится Винчун, да. Но факт остается фактом, что тот, кто занимается Винчун, там его не применяет. То есть, если ты отступил от техники Винчун, то ты не Винчунист. Да, то есть, если ты, ну то есть, знаете, вот айкидошник выходит и начинает боксировать, да. То есть, ну это не айкидо. Да, он где-то применяет там айкидо. Бах, ухватился, давай тянуть, попробовать на инерцию, да, тащить по кругу. То есть, да, он в этот момент пытается применить айкидо. Но когда мы видим, что человек не применяет, в принципе, Винчун, то, соответственно, как бы он и никакого отношения к Винчуну не имеет. И нигде Винчун поэтому не используется. Везде, все, во всех ММА есть определенные правила. И там всегда он будет отступать. Тот, кто занимается ММА, всегда будет отходить от Винчуна, да, в пользу того же грейсерского джиу-джитсу, да, бразильского джиу-джитсу. Потому что оно, в принципе, под эти правила сделано. То есть, собственно говоря, выставив его на бразильское джиу-джитсу на соревнованиях по тэквонду, они продуют там, они просто проиграют. То есть, просто есть определенные правила, по которым ты выигрываешь. И тогда ты там будешь лучшим. Ну вот, если, допустим, есть такая же техника, как, например, там, боевое самбо, самбо, да, то оно, соответственно, и будет таким же. То есть, оно будет под эти, ну, как бы, эта техника схожая. Схожие техники ударка. Емельянин-то как работает, да. Боевое самбо, похоже. Те, кто самбисты, всегда ставят ударку и идут, опять же, на ММА, и опять то же самое. В паразитской джиу-джитсу опять несколько ударов и опять вяжутся на болевые. То есть, просто правило. Соответственно, как бы, если винчуист начнет работать своей техникой, его тут же скрутят. Соответственно, он должен там то же самое работать. Точно так же, как и все остальные ММАшники. Ну, поймите, если мы говорим о настоящем традиционном винчуне, человек, который тренируется стоять вставить руки так, бить так, блокировать, а потом в спарринге становится вот так, начинает совать вот так руками, это уже не человек, который занимается винчу. Он говорит как раз то, что я и говорю. Как только вы начинаете работу по-другому, вы уже не человек, который занимается винчурой. Но они вам скажут, что представители со времен школы Винчун скажут, что мы не застываем в прошлом, не покрываемся мхом, мы заимствуем все лучше, но при этом у нас сама основа-то Винчун – движок Винчун. Каким образом? Что такое движок Винчун? Движок Винчун – это постоянная правильная стойка, уравновешенное положение. Посмотрите на видео боев людей, которые практикуют Винчун. Они постоянно смещают вес тяжести, они постоянно прыгают, как боксер. Вес тяжести. На центре тяжести они перемещаются, потому что в Винчуне всегда ноги так, стандартная стойка, и она практически не меняется. Коленки внутрь, руки вперед. Разве нет? Дальше. Традиционный Винчун – это традиционное положение Винчун. Вот такое было создано, потому что так держали мячи. Насчет мячи я не уверен, далеко не уверен, потому что мне кажется, что мячи положили на эту технику, потому что в ней есть какой-то смысл в этой технике. Не было другого положения. Вот традиционное положение. Коль скоро, если ты… Дело в том, что в традиционном Китае поведение женщин было довольно-таки обусловлено. Точно так же, как сейчас в Японии, в Корее, женщины находятся в положении немножко угнетаемых существ. И там много есть правил, как себя должны вести женщины в обществе, мужчин, родственников и так далее. Соответственно, например, в Корее женщина не может пить алкогольные напитки на глазах своего отца или просто у старших. Она обязательно, она их может пить на его глазах, но она должна при этом делать вот так, прикрываться. То есть пить. Ну вот условности, да, очень много условностей. И то, что он говорит сейчас про такое положение Дару, я думаю, что это, в принципе, вообще никак не связано с мячами. С этими их мечи-бабочки или эти ножи-бабочки, да, которыми потом работают они по направлению этой. Я думаю, что, во-первых, они потом появились, да, ножи-бабочки. Ну, правда, я не знаю, там говорят, что это все эти актеры, да, долго развивали эту технику. Ну, это ладно, оставим. Я думаю, что, скорее всего, любое оружие ложилось потом на какую-то технику. Кроме, наверное, джу-житсу, джу-житсу, в принципе, само по себе было завязано очень сильно с оружием. Любая система рукопашного боя, в принципе, базируется на самообороне. То есть изначально как бы дать отпор, да. И техника венчун, вот это положение, оно наиболее было удобно, потому что женщина, да, могла, в принципе, попробовать оттолкнуть противника, да, но при этом уже знать, что у нее руки пойдут вперед на защиту. То же самое с положением ног. То есть как бы, ну, женщина, в принципе, как бы часто во многих традициях, так скажем, да, во многих культурах сидят, сжав ноги, да. Вот это положение, коленки внутрь, да, тоже как бы оттуда уплывает. Но я думаю, что еще речь идет об устойчивости, что женщина, в принципе, легче, чем ее противники в ноги, которые на нее нападают. Поэтому очень многое идет именно от максимальной устойчивости, максимальной собранности, вот, жесткости. А он говорит как бы немножко о другом. Скоро, если ты практикуешь винчун, будь добр, в поединке держи руки так. Потому что вся твоя техника построена на вот этом, вот это движок винчун, вот это движок винчун, а вот это движок, извините, другой. Объясните нам, пожалуйста, почему люди, практикующие винчун, не применяют в бою то, что они практикуют? Почему, когда они выходят на бой, они сразу теряют стойку, они теряют блоки, они теряют все? Почему вы тогда так долго занимались и до сих пор преподаете винчун, если вы считаете, что это уже, ну, винчун сегодня? Я считаю, что мощные современные школы единоборств, спортивные особенно, очень жесткие. И человек, практикующий винчун, должен быть на очень высоком уровне. Например, поставьте руки так. Мне нравится, как он не ответил на вопрос, а просто куда-то ушел. И начал показывать за всех другое. Прямой удар, прямой удар, делайте. Вот, это винчун. Еще раз. Быстро. Еще раз. Вы бьете настоящий удар. Я блокирую как? Блокирую в системе винчун. Да. А чего же я руки сюда не поднимаю? Еще раз. Это винчун. Так вот, будь добр. Если ты тренируешься винчун, дружок, стой так. Блокируй так. И наноси удары, традиционные для системы винчун. Ну, что хотел человек объяснить? Что будь добр. Показал технику своего винчун. Ну, непонятно, не объяснил, почему он, собственно говоря, перешел. Ну, почему он преподается еще винчун? Ой. Винчун вообще возможно? Да, конечно. Ну, почему они сейчас практически во всех федерациях вырождаются в бокс? Потому что они практикуют нетрадиционную технику, реально нетрадиционную. Нетрадиционную технику. Потому что что такое? Ну, смотрите, с одной стороны, получается, что традиционная техника сегодня не актуальна, потому что она привязана была к оружию, а сейчас оружия нет. Вот с другой стороны... Ну, вот я говорил, да, многие мне говорят, в винчун есть все. В винчун есть удары ногами, в винчун есть броски, заломы и так далее. Потому что это не традиционный винчун, поэтому там есть все. Вот. Но это не оно, это не винчун. То есть на базе винчун, даже не на базе винчун, вьетнамский винчун, например, вообще не винчун практически. Ну, вот. О нем мы так еще не поговорили, но я думаю, как-нибудь обязательно сниму. Ну, вот. Короче, он ловко ушел в сторону ответа. Не знаю, ответит дальше или нет. Оружию, а сейчас оружия нету. С другой стороны, вы их порезаете за то, что сами они используют нетрадиционную технику. Получается, вообще, тогда в этом чуде нет места. Если мы с вами практикуем винчу... Вы должны встать вот в эту стойку. Встаньте. Ну, допустим. Ну, стоит-то ничего. Пальц только соберите, не надо с ума сходить. То есть... Оператор ржет на заднем плане. Вот у нас есть такая стойка, да? Фактически. Есть, допустим, секущий удар, да? Вы бьете секущий удар. Я блокирую. Бьете второй секущий удар, да? Я блокирую. Разошлись. Делайте один-два. Бум. Еще. То есть так выглядели бы наше соревнование? Вот так надо тренировать и практиковать винчу. Знаете, я говорил, по-моему, да? Что когда мы занимались соревнованиями в хапкидо, я в какой-то момент пришел к выводу, что соревнования по хапкидо не имеют смысла, поскольку там изначально не может быть двух противников, которые владеют одной и той же техникой. Не должно быть. То есть хапкидо против хапкидо, это все равно, что два молотка, молоток об молоток. То, что он говорит, это обратно. То есть вы должны нападать на людей, получается, или там, не нападай, хорошо, обороняться от людей, которые владеют винчун. То есть вот логика такая. То есть не против каких-то других стилей, но это опять же неправда. Винчун, в принципе, неплохо работает против других стилей. Но именно как самооборона, не больше. Самооборона, ударная самооборона, блокирующая тоже от ударов. Если вас начнут захватывать, то есть вам придется наносить какие-то удары. То есть у вас не будет возможности каких-то других техник применения, да, потому что вы их просто не учите. Вас схватили, вы начнете убить. Все. Почему плохо, например, винчун для мужчины в самообороне? Нет, нет, место для маневр. КОНЕЦ